ВОКРУГ СВЕТА ПЕШКОМ Поход по Великому Русскому Северному Пути стал очередным этапом проекта ВОКРУГ СВЕТА ПЕШКОМ, в рамках которого Валерий Шанин изучает лучшие пешеходные туристические маршруты мира. В этом походе его попутчиками стали Сергей Забурниягин, Алла Фатахова, Эдуард Свигун, Дмитрий Сагал, Александр Советов, Ирина Спирина и другие. Россия. Великий Русский Северный Путь. Великий Русский Северный Путь, общей протяженностью около двух тысяч километров, идет от Москвы до Соловецкого монастыря. Через Сергиев Посад, Александров, Переславль-Залиский, Ростов-Великий, Ярославль, Вологду, Кириллов, Белозерск, Каргополь и Онегу. Ранним солнечным утром выходим из Рыбинска и продолжаем свой поход на север. Возможно, там есть какие-то трубки. Но вот сама карта, она не показывает нам. Очень водные места на крайне Рыбинска. Ну, такая, криска чем. Все-таки, мне кажется, это ближе к водопроводным. Ну, криска с такой ехком. А может, это, как бы, естественное, вот, железо. Зарезаем напрямик, чтобы выйти к берегу Волги. Но, похоже, местные жители тоже к Волге ходят, поэтому тропа здесь очень хорошо протоптана. Это мы на старое Шекснинское шоссе выходим, да? Да. Нужно потех тропочке, которая чуть сзади пройти, выйти на шоссе Шекснинское. Дорога ведет только вот тут, на этой разъездке. Я понимаю. Рыбинское водохранилище – это большое рукотворное море, раскинувшееся на территории Ярославской, Тверской и Вологодской областей Севернее Рыбинска. Первые мысли о строительстве на Волге дамб появились еще в Российской империи. Но история Рыбинского гидроузла начинается только в советские годы. По инициативе партии и правительства в 1923-м был разработан масштабный план «Большая Волга». Планировалось создание восьми крупных гидроузлов, которые со временем назвали Волшским каскадом. Идем по берегу Рыбинского водохранилища. Для воплощения плана «Большая Волга» создали специальную организацию «Волгострой». Она нанимала рабочих, создавала инфраструктуру для строительства. Для грандиозной стройки специально построили кирпичные и бетонные заводы. «Большая Волга» Турбаза «Волковский ручей». Это несколько деревянных шале и песчаный берег на берегу Рыбинского водохранилища. Первый агрегат Рыбинской ГЭС запущен в эксплуатацию 19 ноября 1941 года. Сегодня Рыбинское море в первую очередь важный транспортный узел для судоходства. И снабжение электроэнергией уже не является первоочередной задачей. Все больше и больше людей приезжает на море просто отдохнуть. Для туристов и любителей активного отдыха на природе создали 35 турбаз. И процесс освоения побережья продолжается. Сегодня 4 июля. У нас начинается очередной походный день. Как обычно, 3.30 утра. День всех святых, рассетосиявших. Поэтому я с подвязники. Деревня Волково на берегу залива Рыбинского водохранилища. Деревня Савинская. Деревня Дымовская. Непосредственно вдоль берега Рыбинского водохранилища пройти не удалось. Приходится идти прямо по шоссе. Деревня Огарково. Деревня Огарково. Есть не только шоссе, но идущий параллельно ему тротуар. Ну или даже больше похоже это на асфальтированную велодорожку. Получается, что и вдоль всего шоссе, при желании, тоже можно велодорожку прокладывать. Ничего здесь сложного нет. Нужно только взяться и сделать. На этом участке Великий Русский Северный Путь проходит по восточному берегу Рыбинского водохранилища. Но, к огромному для меня сожалению, прямо по берегу пройти невозможно. Берег зарос, заволоченный. Тропинок и дорог нет совсем. Деревня Лаврентьева. Усадьба Бостельман в Костины. В 1855 году сельцо Костина состояло во владении калишской регистраторшей Елизаветы Петровны Бостельман. С 1934 по 1968 год в усадьбе размещался детский дом, позже школа-интернат. Для них сюда привезли два больших старых дома, которые сохранились до сих пор. В 2005 году интернат закрыли. А усадьбу приватизировали и продали. Но до реставрации у новых владельцев руки пока не дошли. Усадьба в деревне Костина находится в таком заброшенном, полуразрушенном состоянии. Но храняется государством как памятник. Деревня Костина находится в полукилометре от дороги. Но я не пожалел, что туда свернул. Усадьба замечательная. Турбаза Ухра Начинается очередной походный день. Сегодня у нас 5 июля, и мы продолжаем свой поход по великому русскому северному пути. Выходим в базу Ухра в Пашихонье. Это как вы травой отыскали привезли, да? Да. Сколько дней мы с Рыбинск в Синдии? Поселок Ясные Поляна. Вот мы здесь начинаем экскурсию нашу и начинаем с того, почему у нас вот название такое красивое, Ясная Поляна, поэтическое, я, например, Ясная Поляна, улица Солнечная, ну просто прелесть. А все началось с того, что в конце 30-х годов был вынесен приговор, можно сказать, городу Магоги. Вот видите, да? Вот эта карта, это 130 километров в длину, 60 в ширину. Было затоплено более 700 деревьев, город Магога, нас вырыбались элитные леса, дубра, дубра, дубра. Начали строительство в конце 30-х, с 36-го года уже. Объявили народ сначала, он ничего, сперва ничего не знал, что вот такая им судьба представили. Объявили народу, ищите место себе, куда вы поедете, да, со своими домами, с хорошими, правда. А ну а забыли, какую, как это денежки давали, какие денежки, на них и не построили все было. И вышло так, что у нас вот здесь, чисто у поля было, и переселивцы эти, появляются в наших мостах, строят свои дома. И последняя плотина была перекрыта для накопления Рыбинского водохранилища. 14 апреля 41-го года, как знаете, в 41-м году, в июне началась война, мужчины позабирали всех на фронт, и женщины вот в таких условиях остались. Ни домов, ничего, это представьте, что они испытали в этом. Вот. И что получилось? Строим дома, например, в поле вдоль деревни, вдоль речки. Началась война, дома построены, и деревни стоят без названий, можно сказать. Вот 42-го у нас появилась уже четвертая деревенька. Очень интересно получается, а здесь покров пьем. Мост переезжаешь, там дьяка, детки, честно, мы в детки жили, которые обслуживали церковь. Там вдали было деревня Жукова. И вот еще четвертая появилась Ясная поляна. И только в 1967-го году эти деревеньки наши все объединили. И вот мы такой статус получили, нельзя всего. Ясная поляна, 67-го года прошлого года. У нас колхоз был, завет и дитя назвался. Колхоз – миллионер. Вот за счет миллионера, он стал за счет большего. Вот льна у нас очень хорошая, льна богатая. Уже колхоз не существует. Уже нет, нет, не больше, а не сеем. На наших полях уже 20 лет прошло. Мы уже ходим, собираем льви, ягоды, потому что леса выросли. Вот она как раз вступила в комсомол 42-й год. Вот Лидия Метелкина Александровна была такая. Вот этот самый у нас такой первый билет, который мы показываем и рассказываем о них. Вот здесь мы подробно рассказываем, когда был комсомол создан, когда пионерская организация, пионеры о героях, комсомоле, о его наградах, государственные флаги. Это все у нас было. И как раз у нас интересная программа. Вот на днях мы проводили, вот обратите внимание, пионерская организация. Мы здесь проводим интерактивную программу «Прием пионеры». Знаменосца выбираем, барабанщика, гарниста. И вот такую программу нравится. Барабаны стучат. Да, барабаны стучат, горные дуют. Да, не у всех получаются, но находим гарниста настоящего. И вот рассказываем обо всем этом подробно. Ну, раз вы у нас были в комсомоле и пионерами, значит, вы представление какое-то имеете. У нас было много молодежи. Сейчас колхоза нет власти, регистрировала браки. Книга «Счастье» у нас, вот видите, здесь. Ну, это вот мы тут высадку погляли, а наше советское детство вообще не так не успело, думаю, может. Вот сколько было у нас, одних пионеров было сколько. Стояла зенитка у нас, которая вот самолеты сбивает, потому что ждали нападения со стороны Череповца. И потом самолеты, оказывается, у нас пролетали вот над нашей. Они летели, ведь в то время бомбили. Вот плотину хотели разбомбить, которую только-только пустили. Ну, самих-то действий воем-то не было, но у нас много погибло народа, конечно. У нас была профессиональная организация, и комсомольская была, и профсоюзная. У меня предложение такое. Вы, так сказать, наберитесь духа, 10-15 минут мы сейчас молебен совершим, и пойдем в кенечек, попьем чайку, и вы не спеша нам, мы просто услышим. Я просто вас прочитал, но лучше услышать из первого пуста, как идете, какая иди, и куда. То есть вот это все, вот, кто-то услышит сам. А ну, спасибо. Еще молимся о длилости, жизни, мире, здраве, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов врагов Божьих в сердце, и в сердце, и в сердце, и в частниках достоверного крестного хода. Я ежедневно все плетушево, а им, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мы подумали, мы вас помажем святым маслицем. Маслица у нас очень интересная. Однажды мне сделал один вачное замечание. Я говорю, почему у вас в Караме продается святое масло? Я говорю, ну, люди спрашивают, а ты, говорит, святую воду продаешь? А причастие? А прозвары? Я говорю, ну, вроде бы как-то не заведено. Говорю, а масло разве можно продать? Ты же святыня, ты же, получается, что, благодатью торгуешь? Я задумался, ну, а как? И вот для меня, значит, стало воспоминание нахуйное, да? Мы были по святым местам. Были на Афоне, были в Иерусалиме, были на Кипре, да? И как там относятся к вопросу помазания святым маслом, да? Берут лампадку, а в лампадке масло горит. Не как у нас, да, лампадка называется, да, самая обыкновенная оливка. Почему? Это странные, которые растят оливки. Это в хозяйстве, ну, то есть, оливковое масло в каждом доме, это нормально, да? Потому что у них подсолнечного, наоборот, нет. Я не беру прямо из лампадки мака, я только мазал. И вот мы завели такую традицию, у меня все масла, которые другопылись, Иерусалима, Сапона, все-все-все, я делал свою воду лампадку. Теперь я беру в наш сетевой магазин, покупаю обычное оливковое масло, добавляю его туда. Но я все равно думаю, что это святые масла со всего мира. Поэтому я помазываю, как вот, где там мы учились, правильно, бать, это нет, это лампадочка. Если кто-то просит с собой, я беру шприц, пузыречек, раз, молнили, да, и кому надо святого масла, пожалуйста, дадим, да? То есть, вот очень интересно, что это платье, традиция согласна. Вот я раз помазываю лампадочка от святыни всего мира, и кто мне что привозит, батюшка, святой, а масло зато выговорю. Спасибо, пуль-пуль-пуль, но это лампадочка, буль, все, вот у нас такая тайна. Батюшка, нас тут лампадка, мы помазываем, что масло не было родителей. Прикладывайтесь на Христову, батюшка, мы помажем святые масла за моя проповедничка, и пойдем на это. Батюшка, нас тут лампадка, мы поможем святые масла за моя проповедничка, и пойдем на это. Музыка, нас тут лампадка, мы поможем святые масла за моя проповедничка, и мы поможем святые масла за моя проповедничка. 1820 год, да, у нас знаменательного из последнего, в том году было освящение в храм. Музыка, fase фим escola, которое мы поможем святые масла за отражение, и вы поможете святой масла за моей проповедничкой. Ну, конечкультись, где еда, да, то есть, вот туда вот. Да, да, да. Главное путешествия. Не, мы просто не знали, сколько будет человеков, да, поэтому вот так вот. Это наша воскресная школа. Здание тоже историческое. Здесь, как это, богадельная называлась. Купец сделал богадельную при храме для того, чтобы бедные, нищие, да, больные люди могли получать питание, проживание. Вот как бы этот... Это почти храм. Да, да, да. Ну, после, как я понял, чем вы обычно занимаетесь, тут ночевать это нормально. Потому что не надо там медведя ногой отпихивать из палатки. У вас и так неплохо, да, тут получилось. Вчера в Кукобое встретилась группа из Вологды. Я говорю, откуда вы, говорит, мы на море шесть машин приехали, и они стоят у храма. Иду я со своими паломниками, тоже у Кукобоя, и они подумали, что я местный батюшка. Говорит, батюшка, расскажите немножко про храм. Говорит, я вообще-то не местный, но что знаю, расскажу. И вот, кстати, они вышли, и мы вышли абсолютно в одну секунду из машин, подошли к храму, они думали, что я их встречаю. Ну, вот где-то ведь мы с ним разминулись. Так что я вчера съел его хлеб. Так бывает у нас, да. Постраховал называется. Я-то своим немножко вышел, шесть человек рассказать, а попал еще на счет человек на 20. Вот так, что Вологодский. Хорошо, все, спасибо вам за теплый прием, за колокольный звон. Слушай, ты хорошо звонить, Костя, молодец. Я думал, что у меня тяжелая работа, но когда я подумал, слушайте, мне сегодня в Семеновской нить идут, слава богу. Я с удовольствием сделаю то, что сегодня должен. Только мы в Семеновской, а не пешком. Ладно, все. Спасибо. Спасибо вам. Все доброго. Батюшка, попоем тогда? Ну, вы шагайте, а мы вам будем петь. Да, да, лучше. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое. У нас сначала была местность по Шихонье, по реке Шихонь, которая позднее стала называться Шексна, а древнее название Шихонь. Так вот, вся местность по левому берегу реки Шихонь называлась по Шихонь. И этой местностью управлялась когда-то воеводская канцелярия, которая размещалась в селе Белое, а позднее в селе Пертомо. И поэтому в 1777 году, когда вышел указ Екатерины Второй, в котором говорилось, что пашихонский тот и уезд города не имеется, посему повелеваю село Пертомо именовать городом Пашихония. Хотя краеведы до сих пор спорят, считают, что Пашихония существовала давно и наряду с селом Пертомо, то есть был и город Пашихоний. Но официальная версия вот такая. Вот сейчас мы с вами находимся на краю, можно сказать, старого города, потому что вот эта улица, которая сейчас сейчас называется Войнова, называлась раньше Напольная. И за этой улицей уже города не было, но храм вот этот Успенский был. Вот батюшка уже сказал, что в следующем году ему 200 лет, да, он построен в 1822 году на месте старого деревянного храма, кладбищенского также, 1648 года, по-моему, постройки, если я не путаю. Вот представляете, то есть уже в 1040-х годах здесь уже было кладбище, это уже был, ну, край, так сказать, города Пашихония. А я, прошу прощения, мы все знаем, как вас зовут? Меня зовут Люба. Люба? Да, я знаю. А только я не знаю. Это улица бывшая Ярославская. Сейчас она называется имени Преображенского в честь революционера, погибшего в бело-зеленом мятеже в 1918 году. В честь нашего Пашихонского революционера. Ведь расценивание на Руси начало развиваться именно с нашей местности. Вот с этой, с этой, с этой вот низменность, там были заливные луга, на которых росла очень высокая, живая трава сочная, да. И именно вот эта трава вдохновила когда-то выпускников морского корпуса Николая Верещагина и с его товарищами Бирюлевым и Бланговым развивать сыроварение в России. До этого в России сыроварения практически не существовало. Пашихонье – город, пяти рек и семи мостов. Есть еще пруды и старицы, но главный водоем здесь, конечно, Рыбинское водохранилище. Вплоть до 1917 года Пашихонье славилось производством сыра. В уезде тогда было 85 сыроваренных и маслодельных артелей. В советское время местный завод продолжал выпускать, ставший знаменитым на весь Советский Союз, твердый пашихонский сыр с характерным, чуть пряным вкусом. Свято-Успянский Андрианов мужской монастырь – единственный сохранившийся на территории Пашихонского района Ярославской области монастырский комплекс. По преданию, преподобный Адриан родился в начале XV столетия в Ростове Великом от благочестивых родителей Григория и Ирины. Иеродиакон Адриан возжелал уйти в пустынное место и основать там обитель во имя Пресвятой Богородицы. Помимо всех трудов, игумен Адриан занимался и написанием икон, а когда желал предаться уединенной молитве, удалялся в чащу леса. После революции монастырь закрыли, братья репрессировали. Помещение обители занял совхоз. В 2000 году Адрианову обитель вернули Русской Православной Церкви. Турбаза – чудный двор на берегу реки Сагожа, впадающий в Рыбинское водохранилище. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова